Жители Клетни давно ждали этого события, поэтому почетную грамоту в честь присвоения звания поселок партизанской славы, которую из Брянска привезли со специальным эскортом, встречали всем районом. Ценили наш Клетнянский район, хотя не коренной житель, но все равно горжусь. Мы гордимся своим поселком. Для Клетни вы видите, как народ настроен, улыбаются, приветствуют. Мы довольны, что наконец-то нас заметили, наш поселок. Мы гордимся тем, кто участвовал, кто был в партизанском движении. И спасибо им всем за все, что мы сейчас рады всему, что вот такой праздник большой. Для Анны Зеленской этот день, как и День Победы, стал праздником со слезами на глазах. 17-летней девушкой она попала в партизанский отряд, выхаживала раненых бойцов, готовила еду и вместе с другими женщинами охраняла партизанскую стоянку, когда мужчины уходили на задание. Вспоминаем мы, когда собирались, когда живые девочки были, женщины. А как мы жили там? А как мы так это все пережили? Мы же женщины. Пережили все. Не плакали, не страдали. Вот так вот. Наверное, все было заковано. Во время Великой Отечественной войны в Клетнянских лесах действовали пять партизанских бригад, общей численностью около 8 тысяч человек. Народные мстители пустили под откос около 300 фашистских эшелонов, сбили 22 вражеских самолета, уничтожили 64 склада с боеприпасами. Звание поселок партизанской славы как дань памяти и уважения героям Великой Отечественной. С особым чувством я обращаюсь к нашим ветеранам. Вы наша слава, гордость и честь. Мы благодарим вас за то, что вы сделали все, чтобы горело под фашистским сапогом земля. Здоровья вам, благополучия, долгих лет жизни. Пусть ваш грандиозный подвиг объединяет нас и служит источником мира и добра. Кроме почетного звания поселок получил еще один подарок – новый КАМАЗ и деньги на благоустройство. Завершился торжественный митинг у воинского мемориала. Здесь почетные гости, жители Клетни и ветераны почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику. Елена Смирнова, Александр Друсинов. События Клетня.